всем привет сегодня у нас будет вот такой вот обзорчик двух плееров и такое небольшое сравнение на них это benji k8 и он x12 mp3 плеера bluetooth я их брал исключительно для того чтобы слушать музыку по bluetooth наушникам не для колонки но по bluetooth наушникам и что из этого получилось сейчас мы посмотрим сейчас я уже немножко устал потому что я записал обзор полностью уже все рассказал что я не думаю и нечаянно удалил видеозапись с камеры поэтому приходится записывать повторно вот но я надеюсь что я буду более краток в этот раз чем там говорил и что будет более качественное видео потому что я уже многое проговорил итак давайте посмотрим на них визуально то есть в начале отличие первое отличие между ними это то что у benji k8 есть отверстие для карты памяти вот также benji k8 сделан более качественно да то есть он здесь не люфтит не скрипит здесь идет алюминиевая рамка такая хорошая и спереди сзади пластик в он x1 такое сделано то есть тонкая во первых тонкая металлическая вот эта вот ставка передняя она тонкая сзади идет пластик нему прикручен тоже металлическая ножка но он немножко потрескивает когда его там если на изгиб брать он немножко потрескивает и ну я здесь он сделан без болтов и возможно даже что если немного попользоваться тут эта металлическая крышка рано или поздно в эксплуатации она отпадет потому что скорее всего здесь клеем проклеена если допустим на морозе пользоваться я думаю она отпадет но пока у меня ничего не отпало все работает все отлично по автономности по автономности здесь 260 миллиампер часов здесь 300 миллиампер часов но заявлено на сайте когда я покупал 500 миллиампер часов я еще подумал как сюда в такой маленький плеер можно засунуть 500 миллиампер часов когда я замерил оказалось 330 миллиампер часов 327 или что-то такое но не помню точно фотографию постараюсь найти вот но вот этот 260 миллиампер часов и он работает намного дольше нам намного дольше работает ну у меня в непрерывном на половине на 50 процентов громкости он проработал около 15 часов заявлено до 20 часов производителем на средней громкости ну да то есть если на минимальную громкость выкрутить то я думаю он и 30 часов проработает у него реально этот проработал у меня наверное 9 часов но здесь очень важный момент который хотел сразу сказать то есть если вы являетесь обладателем такого плеера я думаю вы знаете но если вы хотите такой плеер знайте что если вы включили вот такого вот на заблокировано он не выключится он не придет в режим ожидания и не выключится и он будет работать но пока не сядет батарейка и может такое быть у меня такое было я вечером как обычно с плеером с телефоном я пользуюсь до пришел домой отключил наушники отключил или бросил там телефон и потом когда вспомнил отключил bluetooth телефоне ну главное отключил наушники чтобы они не разряжались и все то есть сопряжение потерялась и и то же самое с плеером вот допустим в этом если мы наушники отключили он через некоторое время там не знаю через 30 секунд через минуту он отключается самостоятельно то есть мы сейчас я его включил и пока буду рассказывать он увидите он скажет гудбай и попрощается с нами здесь он этого не делает то есть он не отключается и соответственно есть вириск что батарея разрядится быстро поэтому нужно заходить нажимать вот так вот кнопочку поддержать он скажет нам гудбай и тогда все будет хорошо включается он вот так здесь нажали поддержали он нам скажет welcome вот он и все и он загрузился и он уже загрузился можно работать то есть он очень быстро загружается и ну как бы это это плюс мне очень очень нравится вот здесь нет карты памяти в обеих 8 гигабайт памяти по поводу звука оба плеера звучат довольно таки хорошо и допустим если сравнивать и я не слушал музыку там из додо кул допустим за 70 долларов или там еще за 200 300 долларов каких-то плееров я не слышал из них музыку там с дорогими наушниками но из того что я имею из того что прошло через мои руки бенжи к 8 лучший звук вообще лучший он x1 звучит тоже очень хорошо но немножко он не дотягивает до бенжи к 8 но оба они оба они звучат намного лучше если слушать допустим музыку через mp3 плеер я не знаю как звучит axon 7 мини телефон ой mp3 плеер телефон я имел ввиду я не знаю как звучит axon 7 говорят что там очень классный звук но допустим мой mi 6 у него звук намного намного с bluetooth наушниками намного хуже чем фу плеер а у них если слушать через 35 наушники вообще бомба даже пищалки которые идут в комплекте они звучат ну очень круто увидели да он сказал сию не знаю сколько мы тут минуту полминуты поговорили и он сказал сию и попрощался выключился то есть батарейка не разрядится если мы им не пользуемся по меню меню здесь в этом плеере она цветное красивая такой вот экранчику в обеих плеерах кстати есть электронная книга но я не понимаю как на таком маленьком экранчике читать электронную книгу и тем более на вот таком но она здесь есть давайте пролистаем вот смотрите радио педометр я не знаю зачем он нужен конечно но вот электронная книга но зачем я сюда не заливал как бы не проверял как она светится но я не знаю вообще как на таком экране можно смотреть тут еще ну куда не шло но это бред вот ну ладно по поводу меню вот здесь русский язык воду и в обеих плеерах не русский какой-то таджикский вот ну хоть и написано русский так я путаю здесь с управлением да это сюда сюда выходим 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 возвращаемся вот это вот главное меню первое all songs то есть если мы слушаем по кабелю мы можем заходить в all songs и слушать отлично все и мы слушаем песенки послушали где остановили выключили потом включили и он продолжит играть с того же место но в случае с блютузом мы и наушниками то есть если брать вот именно этот плеер я не знаю это брак моего моего плеера или у всех он так но в случае если мы его подключаем к колонке потом колонку допустим теряется ну села батарейка в колонке мы ее зарядили подключили включили он автоматически подтянет найдет колонку включит ее и продолжит играть с того места где он остановился если мы там ничего на нем не клацали просто они лежат допустим все но в случае с наушниками он их не подтянет и нужно опять их подключать и после подключения заходить опять список песен и список песен начнется с первой песни и тебе то есть если ты слушал там тебя 15 песен ты слушал седьмую тебе опять придется листать с первой до седьмой для того чтобы продолжить слушать с того места где ты остановился либо опять и начинать слушать с первого места почему так я не знаю ки со всеми наушниками он теряет связь периодически и теряет не просто там перестал там на секунду но постоянно он пук ты слушаешь треки он будет постоянно с пропадением звука подсоединилась почему-то не с первого раза хотела захотела соединяться так аутсонгс вот так выглядит качелька громкости а а а играет классно конечно звучит бомба так теряем колонку потеряли колонку и включаем все пошло играть с того места где мы остановились почему происходит так я не знаю причем вы видели как мы зашли в меню и мы зашли как бы в меню не на той песни на которой остановились то есть все равно нужно было бы переходить туда то есть на паузу не нажать в том моменте то есть но здесь очень по дебильному сделано меню все поэтому как бы здесь очень жирный минус этому плееру в плане юзер интерфейс да то есть в плане использования на удобство пользования интерфейсом именно как бы подвину но почему вот тут этот момент почему с наушниками он не пересоединяется почему с колонка он пересоединяется почему с колонками он постоянно с наушниками он постоянно обрывает связь с колонкой нет никаких проблем нету причем наушники если бы одни ладно там но я перепробовал qc y qi 19 z st zs 3 ppb 012 ppb 021 вот такие вот попробовал вот со всеми со всеми полностью наушниками он протеряет связь не если как в кармане то вообще он сразу теряет если допустим на грудный карман положить то ну один трек можно послушать потом будет там пропадать периодически будет пропадать пропадать а потом ты там допустим через дорогу перебегаешь мне так было постоянно то есть перешел через дорогу все звук пропал заходишь переконнектиться и тебе надо самого начала законнектить и то есть пройти найти как бы bluetooth за найти девайс подконнектить его ну это бред как бы в этом плане то есть этому жирный минус я не знаю я конечно надеюсь что это все-таки хлюк у меня в моем mp3 плеере что они не все такие но вот такой вот момент у меня здесь был по поводу интерфейса в он x1 здесь ну реально жирный плюс то есть очень все просто такое простое меню русский язык конечно тут тоже конченый конченый то есть но лучше не заходить но английский вполне понятно тут картинки тут интуитивно понятно что тут можно делать давайте наша колоночка сейчас идет в поиске она давайте мы ее сразу найдем вот мы включаем то есть все тут просто включили вот нашли колонку сразу на у нас уже было все приконнектились отлично и дальше мы выходим не той кнопкой выхожу забываю привыкать здесь все на экране здесь кнопочка возврата вот она здесь находится сбоку вот мы выходим все пошла играть музыка если теряем колонку потеряли колонку музыка остановилась а нет она продолжает маслать смотрите ха 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 ну давайте включим найдем колонку все пошла играть и восстанавливает связь с наушниками кстати по поводу что я вначале сказал что нужно выключать скорее всего из-за того что проигрывается продолжает проигрываться музыка из-за этого и разряжается он быстро то есть что и bluetooth получается включен и он якобы передает по bluetooth музыку то есть если ты его поставил на hold он продолжает работать и нужно не забывать то есть он сам не выключится он будет маслать пока не сядет из-за этого получается и разряжался он у меня быстрее потому что я отключил наушники думаю что он потерял связь и перестал играть оставил его в кармане и получается он разрядился вот ну давайте громче сделаем тут качелька громкости вот здесь она находится это сейчас самая тихая давайте это максимальная громкость player в чем есть громкость у колонки но на этом звуке она будет припеть потому что это басы тут запас громкости есть у этого плеера ладно отключаем и давайте попробую прорезюмировать все что я здесь рассказал и так если вы хотите mp3 плеер недорогой дешевый mp3 плеер ну чтобы слушать по проводу однозначно бенджи бенджи он реально звучит он классно звучит я реально звука такого еще не слышал то есть но я бы не такой большой ценитель конечно но он играет а ну на уровень наверное там на 30-40 процентов лучше чем любой мобильный телефон которым я слышал вот если брать его как bluetooth player нет не проходит если вы планируете слушать через наушники если вы планируете подключать к по bluetooth колонки можно тогда он будет работать и будет нормально и вы как бы дискомфорта не будете эти чувствовать но нужно будет привыкнуть к меню к меню и к тому что через bluetooth это отдельная эпопея да то есть по настройкам но не по настройкам а по интерфейсу за чтобы зайти через bluetooth слушать через bluetooth это одна папка чтобы по кабелю это другая но я думаю к этому можно привыкнуть я перепробовал кучу наушников практически все они по-разному переключается у всех разные кнопки в меню и буквально мне хватает два дня чтобы привыкнуть к наушникам то есть это уже проверено кстати прокурсивая q19 вот эти наушники вот такие у меня здесь есть то есть много наушников pp21 это все тоже готовится обзор скоро будет немножко про спойлер вот если вы хотите bluetooth именно для проигрывания с наушниками я вам советую вот этот player держит связь хорошо с bluetooth наушниками восстанавливает ее не пропадает постоянно единственный момент с этим плеером я заметил когда он у меня был в нагрудном кармане со стороны сердца если я поворачивал голову влево получается правым ухом вперед то пропадал звук причем поворачивая голову обратно вот сразу же появлялся то есть попадал именно звук не пропадала связь с bluetooth плеера а именно пропадал звук пропадал звук наушниках почему так причем эти же наушники но допустим с бенжи так в таком позиции на одну звук не пропадает вас мобильным телефоном тоже звук не пропадает вот как бы брать однозначно этот либо вот у нас есть такой друг из недавнего обзора вот такой вот player точнее не player а телефон спиннер вот который тоже можно использовать как плеер причем bluetooth player отлично работает связь вообще не пропадает он намного стабильнее чем вот этот он и стоит получается 14 долларов единственное что здесь хуже батареи если вы еще добавить сюда симку здесь по моему тоже 300 миллиампер часов батарея но она играет намного хуже но и за счет того что здесь идет графический интерфейс там может сеть пилингует или еще что то но это телефон и батарейка у него разряжается ну раза в два быстрее чем у он x1 поэтому если рассматривать допустим если бы об оборачиваясь назад имея тот опыт который у меня есть поскольку я слушаю чисто в наушниках я бы взял вот этот вот телефон и пользовался им как музыкальным player если бы мне нужен был проводной я взял бы конечно benji k1 то есть однозначно benji k1 как проводной как bluetooth он не катит но я посмотрю возможно я его просто оставлю себе и буду слушать музыку вот через колоночку вот этот удобный если вы бегаете и спортом занимаетесь то конечно он лучше его взять тогда потому что в связках с bluetooth наушниками он его можно закрепить где-то на рукав подцепили на рубашку на куда-нибудь на одежду и без проблем можете заниматься спортом этот в этом плане неудобный но для моих целей лично для меня вот это оптимальный mp3 player единственное что у него хуже батарея что хуже чем у этих двоих ну как бы она не хуже она получается получается такая же как он но меньше чем у benji но разряжается она за счет того что это телефон и разряжается она намного больше но быстрее вот более детально про него можете посмотреть в моем обзоре я постараюсь добавить сверху ссылочку на этом у меня все ставьте лайки подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок ссылки на все товары в описании к видео